Рядовой, эфрейтор, маршер-сержант, сержант. Правильно разложить погоны от рядового до полковника пока сложновато. Но зато Даниил Рогачев сразу распознает чужака, старшего лейтенанта монгольской армии. Для ученика 4-го класса играть в Зорницу в преддверии 23 февраля значит почувствовать себя отчасти защитником Отечества. Я горжусь собой, потому что я первый раз участвую в Зорнице. Еще никогда не участвовал. Я как бы хочу победить, но главное не победа, а участие. Стрельба, строевая подготовка, военно-историческая викторина. Всего порядка 10 станций и на каждый ребят ждали специальные задания. Четвероклассник Дима Липунцов надел противогаз одним из первых в своей команде. С полосой препятствий школьники тоже справились достойно. В себе пробудила резкость. Понравилось? Да, очень. Ну что же самое трудное оказалось для себя здесь сейчас? Да. Это прополсти. Ну да, в принципе. Здесь только самые ловкие, быстрые и смекалистые. Защищать честь школ советского района выпало на долю лучших учеников. Впервые советские школьники сыграли в Зорницу более 50 лет назад. Тогда эти соревнования были этапом начальной военной подготовки. С 90-х годов НВП в школах не преподают. Зорницу же решили возродить. Зорница, она как бы сближает коллектив. Она воспитывает волю. Закалку дает. Коллективизм такой, сплоченность. Понимаете? Как бы чувствовать плечо друга. Вот, опору. Соревнования среди младших школьников – первый этап районной Зорницы. На днях военизированные испытания ждут учеников средних и старших классов. Алина Чемерис, Сергей Баскин, События.